АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья! Рад возможности вновь, уже в третий раз, участвовать в просветительском марафоне, который организован Российским обществом знания. Оно получило новую жизнь благодаря президенту и сегодня реализует много важных и востребованных проектов, привлекает талантливых и целеустремленных молодых людей, помогает им расширить свой кругозор. Сегодня я хочу рассказать вам, с какими вызовами столкнулась наша страна, как мы на них отвечаем, как перестраиваем для этого систему государственного управления. Вы знаете, что история человечества развивается по спирали. Мы так же, как и тысячи лет назад, рождаемся, учимся, влюбляемся, создаем семьи, воспитываем наших детей, трудимся, стремимся сделать нашу жизнь лучше. При этом у любого исторического этапа есть свои особенности. Каждый по-своему неповторим. Это связано с отношениями, возникающими между людьми под влиянием новых знаний. Именно они становятся источником вдохновения, подталкивающим нас к открытиям, движущим всю цивилизацию вперед. Так было, когда человек начал возделывать поля, создавать каменные орудия труда, научился добывать металлы, делать из них полезные вещи. И когда люди придумали понятия, не существующие в природе, без которых уже мы сегодня нашу жизнь не мыслим. Это и время, письменность, музыка, право. Открытие не меньшего значения происходит и сегодня, когда наиболее развитое государство занимается построением нейронных сетей, обучением искусственного интеллекта. Всегда изобретая и внедряя новые технологии, переходя от использования мускульной силы к парусу, от паруса к паровой машине, от паровой машины к двигателю внутреннего, сгорания к электричеству. Благодаря новым знаниям люди начинали более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Это касается целых стран и цивилизаций. Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим событиям учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам. Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Вот такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий. Поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, к нашим традициям. И мы активно продвигаем гуманитарные ценности, строим русские школы за рубежом, выделяем квоты на обучение студентов-иностранцев у нас, театральные творческие коллективы ездят на гастроли в другие страны, мы организуем международные спортивные соревнования. Попытки запретить все русское – это не единственный вызов, с которым сталкивается Россия. Во всем мире происходят процессы, которые оказывают всестороннее влияние на наше общество, на все аспекты жизни, на каждого из нас. Ну и все они очень сильно взаимосвязаны. Один из них – это развитие информационных технологий. Сейчас они являются важным условием качественного и долгосрочного экономического роста. Применяются во всех сферах – на производстве, на транспорте, в медицине, в образовании и в государственном управлении. Они обеспечивают прогресс в этих областях. Накапливаются большие данные, которые открывают новую вселенную знаний, и основанные на них математические модели позволяют с высокой точностью прогнозировать события, находить наиболее эффективные решения, оказывать широкий спектр услуг гражданам и бизнесу. Все быстрее развиваются продукты искусственного интеллекта. Нейросети генерируют различный контент и помогают обрабатывать информацию в разы быстрее человека. Способствуют медицинской диагностике. Не говорю уже о том, что нормой стало постоянное использование интернета. Мы общаемся в социальных сетях, делаем покупки онлайн, многие ведут бизнес через интернет. И, безусловно, все это делает нашу жизнь и удобнее, и проще. Но и несет определенные вызовы. Идет сейчас активная борьба за владение аудиторией, киберпространства. Особенно остро встает и вопрос защиты информации. Прежде всего, персональных данных. Нужно обеспечить безопасность критически значимой инфраструктуры от внешних угроз. И для этого крайне важно добиться независимости от иностранных решений в этой сфере. Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения, которые полезны для людей и компаний. Еще один процесс, который влияет на формирование будущего, не меньше, чем цифровизация, это изменение климата и повышение температуры на планете. Что уже усугубляет и без того существующие проблемы. Засухи, к примеру, влекут за собой продовольственные трудности в густонаселенных районах Евразии, в Африке. Считается, что одним из способов замедлить процессы потепления является отказ от использования ископаемых источников энергии на основе углеводородов. Однако непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию, солнца, ветра, привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов. Но и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы. Это затронуло европейские государства. Повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающие страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией. А развивающимся навязывают необходимость генерировать дорогую возобновляемую энергию. То есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источниках энергии. И все это для того, чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром. Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную. Большое внимание уделяем атомной, но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них. Перечислил лишь некоторые примеры того, как все происходящее взаимосвязано. Каждое изменение ситуации влечет за собой новые цепочки процессов. Их нужно анализировать и прогнозировать, чтобы принимать наиболее эффективные решения. Однако есть и события, которых никто не ожидает. Они по-настоящему редкие. Их практически невозможно предугадать. Так называемые черные лебеди. К ним можно отнести, например, пандемию коронавирусной инфекции. Планируя свою жизнь, работу, мало кто мог предположить, что такое возможно. Закрытые границы, миллионы заболевших, изменения привычных жизненных укладов. Распространение ковида ускорило разрыв транспортно-логистических цепочек мировой торговли, что стало испытанием для бизнеса и государства. И все эти события комплексно повлияли на цены, на продовольствие, топливо, другие товары. Высветили проблему доступности ресурсов. Начались процессы, которые уже делают мир совершенно не таким, как мы его знаем сегодня. В долгосрочной перспективе стратегического конкуренции выигрывают государства и интеграционные объединения, которые опираются на собственные возможности и ресурсы и смогут их приумножить благодаря новым знаниям. Те, кто активно внедряет инновации, создает условия для их появления. А для этого, соответственно, развивает человеческий капитал. Друзья, теперь расскажу о том, как правительство Российской Федерации отвечает на вызовы последних лет и выстраивает свою деятельность в нынешних условиях. Что мы делаем, как и зачем? Наш безусловный приоритет – это выполнение задач, которые перед нами поставил наш президент. Достижение национальных целей развития. И мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это те, что иное, как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие. Что мы предпринимаем? Прежде всего, действуем четко, продуманно, с тем, чтобы минимизировать последствия давления на граждан и бизнес. По поручению главы государства мы оперативно приняли решение по укреплению устойчивости нашей экономики в условиях внешнего давления. Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Однако спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Воловой внутренний продукт за прошлый год снизился на 2,1%. Что, конечно, тоже отвлекло часть наших ресурсов и времени, но все-таки далеко от катастрофы, которая, вероятно, виделась нашим недоброжелателям. Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют там более позитивную динамику в ближайшие два года. Так вот, в текущем месяце МВФ улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза. А нам предрекали инфляцию более 20%, но и этого не произошло. По итогам 2022 года этот показатель не превысил 12%, а по итогам марта уже составил 3,5%, сейчас уже меньше 3%. Западные аналитики говорили, что Россия ждет двукратный рост безработицы практически до 10%. И здесь они ошиблись. В декабре она была 3,7%, в феврале обновила исторический минимум. Она опустилась до 3,5%. Все это говорит о том, что наша экономика адаптируется к внешнему давлению и общей ситуации в мире. Теперь подробнее немножко о том, как мы выстраиваем нашу работу с учетом новых трендов. Государство имеет целый ряд важных функций. Функций много. Все лекции не хватит, чтобы их перечислить и подробно о них рассказать. Но одна из важнейших функций – это, конечно же, обеспечение достойной жизни граждан, защита их интересов. И для этого государство должно выполнять две очень важных функции в экономике. Первая – это достижение оптимального уровня предоставления различных общественных благ, которые востребованы нашими людьми, чтобы удовлетворялись их потребности, в том числе в образовании, в медицине, в самореализации. То есть нужны и школы, и детские садики, и больницы, и поликлиники, и вузы. Возможность работать, зарабатывать, развиваться в выбранном направлении и многое-многое другое. А вторая очень важная функция – это перераспределение для достижения уровня справедливости необходимого общества. Проще говоря, это поддержка наиболее увеземых граждан, чтобы они вовремя получали пособия, пенсии, другую помощь. Для реализации этих очень важных двух базовых функций в любом государстве есть социальная, денежно-кредитная, налогово-бюджетная, промышленная политика. Это такой набор правил, в основе которых понятность и предсказуемость развития любой страны. Для того, чтобы все работало, нужно видеть межотраслевые, межрегиональные балансы. Понимать, как непосредственно средства распределяются между отраслями и регионами, насколько могут вырасти цены и объемы государственных услуг, каким социально-экономическим результатом приведут расходы. Такая глубокая экспертиза помогает экономике эффективно развиваться. И при анализе важно учитывать, что изменения в мире происходят стремительно. Многие цитировали фразу журналиста Томаса Фридмана, но я ее вам напомню, она очень нравится. Он сказал, что каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Неважно, кто ты, газель или лев, когда встает с солнца, нужно бежать. В государственном управлении все именно так. Бездействовать и ждать недопустимо. Чтобы добиться значимого результата, надо прикладывать в два, то есть в три раза больше усилий, чем обычно. Мы обсуждали с президентом, как перестроить модель управления, чтобы она эффективно работала на повышение качества жизни каждого человека в стране. И для этого в том числе перешли от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных. Смысл простой. Получай информацию напрямую от первоисточника, минуя любых посредников, и учитывай обязательно обратную связь от граждан и бизнеса. Сразу же надо принимать во внимание изменения ситуации, отклонения от планов, от прогнозов, не ломать то, что работает, по сути создать платформенную модель государственного управления. Я приведу простой пример. Разрабатывается новая программа по снижению количества аварий на дорогах. Правительство разбирается, где источник этих происшествий, почему так происходит, в каких условиях. И как вы думаете, какого цвета чаще всего машины попадают в аварии? Скажи. Черного. Так. Есть другие предложения? Белого. Красного. Ваше знание базируется на личном опыте, на ваших наблюдениях. Вы можете по-своему объяснить, почему назвали именно такой цвет. А использование первичных данных помогает дать достоверный ответ. Цвет таких машин черный. Платформенные технологии позволяют знать это наверняка, а не полагаться на догадки, на теории, предположения. И это даже не выборочное наблюдение. У меня вся генеральная совокупность данных. Дальше, пожалуйста, можно что сделать? Обработать все эти данные, отобрать специалистов, собрать гипотезы. Почему именно черное? Но факт от этого не изменится. Раньше собирались эксперты, выдвигали предположения, у каждого было свое мнение. Так какие же это машины? Эксперты приходили со своим набором среднеизрастных источников. И говорил, что его подсчеты, каждый эксперт, самые правильные. А теперь у них есть достоверная информация для использования. И она единая для всех. И мы все можем от нее отталкиваться. И в этом суть нашей платформенной модели. Она повышает качество экспертизы в разы. А значит, и точность при принятии решений. Еще один пример из реальной практики работы правительства. Вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой мы используем такой подход, когда анализируем существующие меры по повышению рождаемости. Таких мер немало. Это и материнский капитал, и различные пособия, помощь с жилищными вопросами. На все это мы направляем значительные ресурсы. И важно понимать востребованность и эффективность поддержки. Для чего мы сначала строим демографический и социально-экономический портрет семьи с детьми. Затем сопоставляем эту информацию с региональными особенностями. И потом на основе такого анализа оцениваем, насколько действенны принимаемые меры. Конечно, как уже говорил, учитываем обратную связь от людей. На базе достоверных данных мы выстраиваем дальнейшую деятельность. Есть и другие особенности современной системы государственного управления. Сейчас все активнее внедряется проектный подход. Он позволяет более эффективно распределять и использовать ресурсы. Также оперативно реагировать на все изменения. У проектов есть четкие показатели, которые измеримы. Это цели, ради которых они запускаются. Как правило, их необходимость диктует появляющиеся вызовы или новые возможности. К примеру, у нас есть 42 инициативы. Правительство, которое поддержал президент. И у каждой из этих инициатив определена была конкретная цель. Ее можно описать, контролировать ее выполнение и минимизировать риски. Все участники выстраивают свои действия для достижения общего результата. Наиболее известная, наверное, инициатива для вас – это «Пушкинская карта». Перед нами стояла задача обеспечить для молодых людей больше доступ к культурным мероприятиям, произведениям искусства. И этот механизм мы разработали, который позволяет им приобретать билеты в российские театры, в музеи, в галереи, а также на отечественные фильмы. И это все за государственный счет. Есть и другой проект – социальное казначейство. Он полностью заработает к концу следующего года. Государство само станет информировать людей о положенных им мерам поддержки. А процесс получения такой помощи станет максимально простым. Главной задачей этой инициативы является создание принципиально новой современной адресной системы социальной помощи гражданам. Она обеспечит эффективность мероприятий и избавит людей от сбора документов. В его реализацию вовлечено сразу несколько ведомств, и все они переводят имеющиеся у них данные в электронный вид, чтобы людям не было нужно представлять какие-то справки, подтверждения. И для граждан совершенно не важны эти процессы, как они происходят, кто за них отвечает. Для человека что имеет значение? Конечный результат. Чтобы положенная им помощь предоставлялась своевременно, в нужном объеме, чтобы вообще это было все необременительно. И все процедуры не требовали бы хождения по инстанциям, ожидания в очередях. Именно поэтому в любом проекте главный принцип — командная работа, чтобы министерства, другие структуры могли беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, обмениваться данными, ну и таким образом видеть картину целиком. Как я говорил раньше, мы также очень внимательно смотрим на обратную связь от людей. Мы получаем ее из очень разных источников, в том числе и через портал государственных услуг, по результатам социологических опросов, из средств массовой информации, из социальных сетей. Если есть замечания, к ним обязательно надо прислушиваться, чтобы свою работу улучшить. Ведь именно для граждан мы все это и делаем. В будущем планируем распространить принципы социального казначейства не только на денежную поддержку, но и на целый ряд других важных государственных услуг. Это все упростит взаимодействие человека с государственными органами и поможет сэкономить время. Следующий тренд в государственном управлении — это переход от накопления данных к реальному применению для решения вопросов, которые особенно волнуют наших людей. Целые отрасли стали основывать свои бизнес-модели на эффективном использовании информации. И государства делают так же. Сейчас в режиме реального времени появляется возможность отслеживать инфляцию, объем товаров в экономике и, исходя из этого, отрабатывать отдельные изменения рынка. Так, например, во время ковида реального дефицита продуктов питания в нашей стране не произошло. Но был повышенный ажиотажный спрос. И на основании достоверных данных мы помогали торговым сетям скоординировать своевременную доставку товаров. Конечно, были и случаи, что предприниматели необоснованно поднимали цены на внутреннем рынке вслед за мировыми, ограничивая поставки в магазины. Правительство тогда применило такой гибкий подход для сдерживания стоимости социально значимых продуктов. С одной стороны, мы поддержали отечественных производителей и ввели долгосрочные комбинационные так называемые демпферные механизмы, чтобы снизить зависимость внутренних цен от мировых. А также жесткими антимонопольными мерами боролись с фактами необоснованного роста цен. Эти же подходы использовали год назад, когда был всплеск импортируемой инфляции, опять возник ажиотаж. В результате удалось избежать очень серьезных последствий, на которые так рассчитывали наши недоброжелатели. Мы ведем постоянный мониторинг, контроль и корректировку работы по достижению задач, которые поставлены президентом. Тщательно следим, как выполняются национальные цели развития, государственные программы, как реализуются национальные и федеральные проекты, чтобы своевременно и эффективно реагировать на все происходящие изменения. То есть не просто собираем информацию, а используя ее, видим, где есть сложности, где есть недочеты, отклонения и оперативно исправляем. Раньше такой возможности не было. И мы видим это сегодня в реальном времени. Друзья, уровень сложности задач, встающих перед системой государственного управления, растет ежедневно. У нас в правительстве сложилась команда, которая последние три года работает в постоянно меняющихся экономических реалиях, но, по сути, в штабном режиме. И когда кабинет министров только назначили, нужно было реагировать на вызовы пандемии коронавируса, чтобы защитить граждан, бизнес. И сейчас принимать необходимо сложные решения для развития экономики в условиях очень непростого санкционного давления. Неизменно одно. Это те ценности, которые мы для себя определили в самом начале. Первое – это выстраивать все сервисы государства вокруг потребности граждан. Второе – действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Третья ценность – это пример этичного поведения. Четвертая ценность – это работать совместно. Командная работа, невзирая на ведомственные границы. Ну и пятая ценность – мне она очень нравится. Результат важнее процесса. Он важнее всех формальных процедур, регламентов. Таковы принципы работы действующего правительства России. И опираясь на них, мы продолжим и выполнение ключевых задач, которые в декабре президент поставил перед нами на текущий год в ходе проведения Совета по национальным проектам. Нам надо обеспечить народосбережение, поддержку семьям с детьми, повысить благосостояние граждан, добиться финансового суверенитета, укрепить технологический суверенитет, развить нашу инфраструктуру, причем ускоренными темпами ее развивать, расширить взаимодействие с дружественными нам странами. Это и формат СНГ, Евразес, БРИКС и другие дружественные форматы для России. Именно здесь, в коррекционном центре, где вы сейчас находитесь, у нас каждую неделю, а то и чаще, проходят стратегические сессии по выработке необходимых для этого решений. Мы понимаем, что санкции это не временное явление. Они не прекратятся в одночасье. Наши бывшие партнеры зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить. И мы продолжаем просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Друзья, как отметил президент, сейчас ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений. В активную фазу вступает формирование многополярной, более справедливой системы мироустройства. Идет жесткая стратегическая конкуренция, противостояние за возможность выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов. Складывается тот мир, в котором предстоит жить вам, молодому поколению наших граждан. Именно от вас, от ваших достижений, от умения использовать свои знания, от вашего трудолюбия будет зависеть то, как станет развиваться Россия. Ее будущее в ваших руках. Уверен, что каждый из вас сможет добиться успеха. Главное это верить в себя, быть настойчивыми, по максимуму впитывать знания, двигаться вперед и любить свою Родину. Не сомневаюсь, что вы, ребята, талантливые, разносторонние, целеустремленные. Верю в ваш успех. Спасибо. Спасибо. Ребята, если есть вопросы, готов ответить. Михаил Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Шелков Матвей, победитель проекта «Твой ход», студент, Марион Хиггс по президенте РФ. Мы поговорили об эффекте санкций, но хотелось бы чуть подробнее услышать, как правительству РФ в такие короткие сроки удалось преодолеть негативный эффект санкций и в дополнение к этому все-таки уже одиннадцатый, двенадцатый пакет с пакетами в нашу сторону направляют. Но ведь очевидно, что санкции не работают так, как это задумано. Вот на ваш взгляд, почему в нашем случае они работают, может быть, даже где-то во благо нашей стране? Матвей, спасибо. Санкции — это действительно серьезный вызов, с которыми столкнулась наша страна. Они негативно сказываются на их инициаторах. Многие иностранные компании потеряли позиции на перспективном российском рынке. Нынешнее противостояние не лучшим образом отражается и на глобальном экономическом развитии. Делает неэффективной а международную торговлю, снижает выгоды от масштаба производства, уже подорвано доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам, разрушена незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения. В мире наблюдается рекордная инфляция. Это связано, среди прочего, с введенными ограничениями на российские товары и услуги. В отдельных странах она вышла на многолетний рекордный уровень, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Продолжается ужесточение денежно-кредитной политики большинством стран, что ранее было не свойственно глобальной рыночной экономике, которая ориентируется на развитие. Санкционная война — это тупиковый путь. Он тормозит мировой экономический рост. По апрельской оценке Международного валютного фонда, прирост в прошлом году снизился относительно 2021 года в два раза. В ближайшие годы он будет еще меньше. Конечно, нам надо было защитить людей, нашу экономику. Весной прошлого года по поручению президента оперативно приняли решение по укреплению устойчивости. В том числе привлекли к этому деловое сообщество. Их предложения после обсуждения вошли в такой план при очередных действиях. Правительственная комиссия приняла свыше 315 мер. На выполнение плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета была выше триллиона и были еще очень-очень много косвенных элементов поддержки. Еще очень важное условие эффективного ответа на любые удары это совместная командная работа. И под руководством президента мы взаимодействуем очень тесно с нашими коллегами из парламента. Банк России провел огромную профессиональную работу для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И администрация президента здесь участвует. Я уже сказал о наших регионах. И мы постоянно отслеживаем обратную связь от людей. Ведь именно на людей же мы рассчитываем все действующие будущие меры. И они должны быть востребованы и полезны. Вы спрашиваете, а действительно ли вредят санкции? Безусловно, все события, которые сейчас происходят вокруг России, не могут не отражаться на нашей экономике. Она демонстрирует устойчивость и гибкость, которая позволяет быстро достаточно адаптироваться к изменениям. Я уже говорил в ходе выступления, что снижение ВВП за прошлый год было около 2%. Инфляция в районе 12%, по итогам марта 3%, но сейчас уже меньше 3%. Можно сказать, что и в целом по производству в экономике ситуация стабильная. Хотя пока есть ключевые отрасли, которые еще не восстановили все хозяйственные цепочки после введения ограничительных мер Запада. Мы им уделяем особое внимание. Мы продолжаем работать над тем, чтобы развитие нашей страны было обеспечено. Зачем, вы сказали, санкции вводят? Чтобы подорвать нашу экономику, нанести ущерб людям, их уровню жизни, чтобы отменить Россию, лишить нас возможности выбирать собственный путь, исходя из интересов собственного народа. Такое давление, а оно оказывается и на другие страны, это не что иное, как попытки коллективного Запада сохранить существующий, удобный, только ему, миропорядок. Ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою волю другим, тем более прибегать к средствам, которые затрагивают интересы простых граждан. Добрый день, Михаил Владимирович. Хотела благодарить вас за то, что посвятили нам свое время. Мы это, правда, очень ценим. Меня зовут Софья Махатадзе, я студентка второго курса РГУ Косыгина. Получаю имену и степень правительства Москвы, победитель статистического конкурса «Твой ход», спикер международных форумов. Наряду с такими важными задачами, которые решает наше правительство, стоят задачи молодежной политики. Я работаю два года в этой сфере, знаю, что студенты и молодежь прислушиваются к задачам нашего государства и активно решают эти задачи. Мы это очень любим и мы неравнодушны к этим задачам. Подскажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, главные вызовы сейчас стоят перед российской молодежью? Спасибо. Спасибо, Соня. Классный вопрос. Главный вызов для молодых людей в любое время это найти собственный путь, реализовать свои таланты, освоить профессию по душе, добиться успеха для себя и для своей страны. Вопрос в том, как это сделать в условиях непростого времени. Сейчас четвертая промышленная революция. Когда передовые разработки стремительно приходят в нашу жизнь и под их влиянием преображаются все области экономики, скорость технологических изменений требует от человека постоянного развития, самосовершенствования. Чтобы достигать результаты, нужно всегда учиться, осваивать новые знания, навыки, следить за развитием инноваций, чтобы применить их в собственных проектах. Делать это, когда речь идет о рабочих специальностях, надо. Сегодня представители рабочих специальностей должны использовать очень сложные технические решения. Следствие работы на станках с числовым программным управлением, а дизайнеры уже давно не создают макеты вручную, есть для этого специальные программы. Это касается всех профессий. Правительство создаёт условия, чтобы молодые люди могли самореализоваться. Совершенствуем систему подготовки кадров, начиная с общеобразовательных учреждений и заканчивая выше школы. Чтобы у всех была возможность получать полезные современные практические знания, которые должны пригодиться в будущем. Осваивая действительно востребованные профессии. Мы запустили долгосрочную программу содействия молодежной занятости. Она была утверждена в конце позапрошлого года. Предусматривает эта программа субсидии работодателям за трудоустройство молодых людей и совершенствование приема в колледжи, в вузы для их приближения к потребностям рынка труда. Ну и многие другие меры. Главное, это, конечно, стремление самих молодых людей к успеху. Готовность трудиться и добиваться результатов, идти к своей большой цели, как бы не было сложно в себя верить. И уверен, что нынешнему поколению, Соня, это по силам. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Пользуясь случаем, у моей мамы день рождения, она у меня педагог. Хочу ее поздравить с своей души, она в меня очень много уложила. Соня, а что мама преподает? Начальный класс. А как мама зовут? Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, с днем рождения вас от всей души. Ребята, давайте Сонину маму поддержим. Спасибо. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Меня зовут Зыгар Иван Игоревич. Я студент третьего курса Московского политехнического университета, финалист конкурса «Твой ход» и «Амбассадор». А также полуфиналист конкурса кадрового в правительство Запорожской области «Лидеры возрождения Запорожской области». У меня к вам такой вопрос. Четвертая промышленная революция, безусловно, уже произошла. Какие ее положительные и отрицательные эффекты вы могли бы назвать? А я вот поспорил бы чуть-чуть насчет, что произошла или нет. Она еще продолжается. Кстати, уже рассказывал о ней раньше на марафоне «Общество знания». Суть четвертой промышленной революции или цифровой трансформации в том, что идет переход к новому технологическому укладу. Он строится в большей степени на решениях, связанных с накоплением, обработкой и использованием информации. Это искусственный интеллект, роботы, сенсоры, 3D-печать, интернет-вещей, а также различные цифровые платформы. Эти платформы позволяют оптимизировать многие процессы, обнять данные, напрямую связывать заказчиков с подрядчиками, исключив посредников. Это закладывает основы экономики совместного потребления. Шеринг в экономике такой термин есть. Фактически данные из части информационной системы превратились в актив, который самовзрастает в стоимости и с увеличением объема в данных и растет его стоимость. За счет внедрения новых технологий можно обеспечить рост эффективности всех секторов экономики, от сельского хозяйства до сферы предоставления услуг, улучшить качество продукции, наладить более экологичное производство, сократить издержки. Появляются новые формы создания добавленной стоимости. А использование передовых разработок в государственном управлении дает возможность принимать более эффективные решения, прежде всего на основании первичных данных. И построить обратную связь именно нужно на совершенно новом, более качественном уровне. Словом, все это открывает дополнительные возможности для людей, для бизнеса и для государства. Однако, есть и потенциальные риски. Перестраивается рынок труда, появляются новые профессии и очень быстро растут требования к работникам. И чтобы строить успешную карьеру, нужно непрерывное получение знаний и формирование навыков. Это сейчас обязательно часть жизни современного специалиста. Очень остро встают вопросы защиты данных, я говорил об этом в своем выступлении. Нужен инжиниринг надежности всех информационных и финансовых систем, чтобы исключить злоботребление ими. Среди вызовов и рост неравенства между странами. Развитие государства все больше определяется наличием собственных технологий, способностью их создавать, внедрять и не зависеть от иностранных партнеров и корпораций. С появлением и распространением инноваций будут появляться и другие тенденции, как позитивные, так и негативные. Мы пытаемся их учитывать в нашей работе. Здесь, в Координационном центре правительства, мы как раз решаем такие задачи. Мы используем специальные информационные системы, чтобы отслеживать, прогнозировать все изменения и оперативно уметь на них реагировать. Поэтому посмотрим, как дальше будет. Время покажет, когда закончится четвертая эволюция. Мы сможем об этом сказать в будущем. Спасибо, Михаил Владимирович. Добрый день. Меня зовут Коваленко Марк, студент финансового университета при правительстве, стажер Национального фонда развития здравоохранения. Мы понимаем, что в наше время перед Россией стоит целый ряд реальных вызовов, один из которых обеспечение технологического суверенитета нашей страны. Михаил Владимирович, поделитесь с нами, какие технологии и продукты нам уже удалось успешно заместить и какие заместить будет сложнее всего. Что сложнее всего заместить доверие и дружеские связи. в существовании которых западные партнеры нас убеждали много лет. Что касается продуктов и технологий, то за крайне несколько лет удалось многое сделать. Укрепление технологического суверенитета одна из ключевых задач, которую нам обозначил президент. Начали, конечно, с самых простых вещей. Продукты для производства, даже взять банальные такие вещи, медицинские ножницы, жгуты, кассетные подшипники. Все заделы для их выпуска уже были, но для них нужно было обеспечить надежный внутренний рынок сбыта. Продолжили уже с более сложной продукцией. Это в том числе и стройматериалы, где сейчас практически все аналоги уже есть. Очень хорошие успехи в фармацевтике. Целый ряд лекарств были нами произведены. Сделали отечественные газовые турбины большой мощности. Уже выпускаем широкую номенклатуру станков, аддитивные принтеры, линейку двигателей для самолетов, ПД-8, Суперджетов, ПС-90 для Ту-214, ПД-14, МС-21 самолет и разрабатываем перспективный двигатель ПД-35. Помимо этого мы обеспечиваем себя продовольствием и мы можем поставлять это продовольствие в другие страны. У нас отличные цифровые сервисы. Попробуйте где-нибудь заказать ночью через приложение пиццу, продукты, купить билеты в театр на завтрашний спектакль. В той же Европе это далеко не у всех стран есть. А во многих невозможно. А у нас это уже легко. Не все у нас нужно заменять. Уже много есть чего своего, чем можно гордиться. Ну, конечно, я буду объективен. Есть и трудности. Я посетил практически все авиастроительные заводы в стране. На прошлой неделе был на Смоленском авиационном заводе. Проехал почти все предприятия микроэлектроники, станкостроения. Я знаю существующие проблемы. И не только из бумаг, а из общения с работниками отраслей, с руководителями компаний, теми, кто непосредственно задействованы во всех процессах. Секторы, где необходимо как можно скорее добиться независимости, это станкостроение, это химическая промышленность, это транспортное и энергетическое машиностроение, это радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, наш автопром. Почему здесь наиболее тяжелая ситуация? Эти отрасли капиталы емкие, требуют закупки обслуживания очень сложного оборудования, высококлассного сырья, материалов комплексной научной и инженерной поддержки. К тому же в них была достаточно большая доля импорта на момент введения санкций в районе 60-70%. И с нарастанием давления Запада практически одномоментно разорвались все цепочки поставок комплектующих сырья, оборудования, рынком сбыта. И теперь нужна одновременно глубокая структурная перестройка этих отраслей. У них серьезный потенциал, его предстоит открыть в полной мере. Для каждой выбрать индивидуальный наиболее эффективный рецепт дальнейшего развития. И мы обязательно постараемся это все обеспечить. Спасибо, Михаил Владимирович. Рад видеть своими глазами эти позитивные изменения. Сам буду рад стать частью этих изменений. Спасибо. Спасибо. Михаил Владимирович, большое вам спасибо за лекцию. Я Елизавета Кочеткова, руководитель проекта «Надо поговорить» и Всероссийского антибуллингового форума и победитель проекта «Твой ход». Сейчас очень-очень переменчивый мир и в связи с этим у меня вопрос на какие ценности лично вы опираетесь и в работе и в жизни. Алиса, вот для меня, знаешь, самая большая ценность это возможность работать на благо своей страны и на наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России. Необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей. Каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее. Просчитать риски, найти оптимальный вариант. Это и большая ответственность перед президентом, который мне доверил этот пост, и перед людьми, которые поддерживают нас. Что касается ценностей в целом, то многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием, теми событиями, которые происходят по мере взросления. Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требует этого и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно. Каждому из вас желаю работать и дружить с людьми, которые разделяют ваши ценности. Здравствуйте. Вера Толмачева, Донецкий государственный медицинский университет имени Максима Горького. Мне бы хотелось сегодня узнать, что для вас, как для управленца на такой высокой должности, прежде всего помогает вам. Это знания, полученные из книг, это, возможно, в целом образование или же это непосредственно многолетний практический опыт работы? Вера, все из того, что ты перечислила. Школьные знания, конечно же, это основа кругозора. Полученные в школе знания очень важны. Базовые самые знания, базовые ценности. Я потом еще посещал экономику и математическую школу МГУ. Потом Станкоинструментальный институт. Моя специальность была непростая, система автоматизированного проектирования в станкостроении. Заложили эти знания в систему координат, которая дается в жизни на один раз и потом навсегда с тобой. Это вообще присуще техническому инженерному образованию. Помогает и то огромное количество книг, которые мне удалось прочитать. Опыт имеет не меньшее значение. Благодаря опыту понимаешь, как устроены многие процессы, как можно решить ту или иную задачу. Простой пример — опыт правительства, который мы получили во время пандемии. Он нам помог оперативно выстроить всю работу по нивелированию воздействия санкций. К тому, что ты назвала, к этому списку, я добавлю, что еще нужны навыки общения, умение делегировать веру в людей и команду. Очень еще важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Его поддержка помогает в самых сложных ситуациях. И у меня такой наставник есть. Спасибо большое за ваш ответ. Хотелось бы дополнить, что помимо того, что я студент-медик, мое хобби — это журналистика. И таким образом я смогла стать победителем Гранта Росмолодежи в 2022 году, а также победителем второго сезона всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Мой проект — это республиканский студенческий журнал. Сегодня у меня здесь есть с собой два выпуска. Это журнал, в котором студенты Луганской, Донецкой народных республик рассказывают о своей студенческой жизни, непосредственно надеялись тем, чем они. Конечно, я вам их подарю. Ты главный редактор? Да, я являюсь руководителем проекта, непосредственно главным редактором. Изначально моя команда состояла из студентов-медиков. Мы журналисты-любители, а сейчас мы расширяем нашу географию как команды, так и в целом географию авторов нашего журнала. И в четвертом выпуске будем готовы принять статьи от всего студенчества Российской Федерации в надежде объединиться в одном печатном издании. Спасибо тебе большое. Я тебе тоже хочу подарить хорошую книгу, потом передам, ладно? Спасибо большое. Ты каким врачом собираешься стать? Рентгенологом. Я сейчас прохожу ординатуру. Я знаю, что я тебе подарю. Спасибо.